Действительно, меня зовут Границ Александр, я врач-психиатр и психолог. Я представился, но мне хотелось бы немножко узнать о вас. Я буду задавать несколько простых вопросов. Если вы согласны с этим утверждением, то хлопните, пожалуйста, в ладоши один раз. Если не согласны, то не хлопайте. Попробуем. Мы сейчас в Москве. Спасибо. Если среди вас психологи или психиатры, отлично. Если среди вас биоинженеры, отлично. Если те, кто пришел просто потому, что проходил мимо, может быть, есть те, кто пришел конкретно послушать конкретно эту лекцию, отлично, спасибо. Значит, мы можем начинать. Основная аудитория готова послушать про эту тему. Начну я с благодарности. Благодарность создателям Рубокопа, Киборга, Призрака в доспехах, Дарта Вейдера, Черного зеркала и других научно-фантастических произведений. И персонажей за яркое представление подняты вопросы о человечности. Научную фантастику я любил практически всегда. И каждый раз я задавался примерно те же самые вопросы, что и задаются персонажи. Сегодня я предлагаю поразмышлять на те же темы, которые поднимаются в научно-фантастических произведениях. Стоит начать с определения, которое есть в основе этой лекции, с определения понятия киборг. Киборг, с точки зрения автора кибернетического манифеста, это организм, который является гибридом биологических и технологических компонентов, которые обладают как человеческими, так и нечеловеческими, то есть механическими характеристиками. Второе слово «синдром», которое было использовано в начале презентации, имеет в корне медицинские. И синдром, как понятие, отражает некий комплекс симптомов, неких заболеваний. Здесь оно использовалось скорее не в медицинском, а в таком очень броском значении, поскольку синдром киборга скорее это попытка рассказать о том, как может измениться психика и какие произойдут в ней изменения. Хотя, конечно, для психиатрии понятие киборг может встречаться как проявление заболевания, так и некоторые пациенты убеждены в том, что части их тела заменены, изменены, сами себя называют роботами или киборгами. И один из моих пациентов, например, считал себя инопланетянином и утверждал, что несколько десятилетий назад его тело было заново сконструировано, оно сейчас полностью искусственное. Но мы поговорим сегодня не об этом. Мы сегодня попробуем посмотреть на то, как будет видеть мир и самого себя человек, который дополнит свое тело с помощью различных технических, механических устройств. И, скорее всего, у него возникнет ряд неизбежных вопросов, которые возникают у каждого из нас, когда мы пытаемся понять, а что же с нами происходит, особенно в тот момент, когда мы с утра проснулись, открыли глаза, и в те несколько мгновений, прежде чем мы придем в себя, у нас возникают вопросы. Что вокруг? Что я помню? Что во мне? И все эти вопросы так или иначе ведут к главному вопросу «Кто я?». И, на мой взгляд, это тот вопрос, которым так или иначе будут задаваться люди, которых можно назвать киборгами. Итак, первый вопрос. Что вокруг? Как на него отвечаем мы, как люди, в настоящий момент? В основном мы на него отвечаем через такое понятие, как ощущение. То есть использованием наших органов чувств, с помощью глаз мы можем видеть, с помощью ушей мы можем слышать и воспринимать равновесие. То есть у нас есть разные ощущения с помощью этих органов, которые называются зрение, слух, осязание, воняние и так далее. И только через них мы можем как-то контактировать с окружающим миром. И, строго говоря, здесь, наверное, я близок к идеям субъективного идеализма и с эллипсистов, которые утверждали, что, в принципе, невозможно доказать, что мир вне сознания существует. Конечно, это взгляд несколько философский, но принципиально, наверное, это действительно так. Мы получаем информацию извне только с помощью контакта, с помощью наших ощущений. Но общая картинка мира у нас строится через такое понятие, как восприятие. Оно тесно связано как с ощущениями, так и с понятиями памяти, то есть с нашим опытом, который мы уже получили, опять-таки, через ощущения до этого. И в каком-то смысле мы являемся художниками, которые рисуют у себя в голове, проецируют свои собственные психики, окружающие мир. И таким образом мир не является объективным. Мир является всегда субъективным в нашей собственной психике. И мы живем, прежде всего, в мире собственных представлений, собственных впечатлений. Какие виды ощущений нам доступны? То есть с помощью чего мы рисуем этот мир? Настоящий момент – это в основном зрение, слов, вкус, обоняние, прикосновение, температура, вибрация, болевые чувства, равновесие, движение, некие данные от внутренних органов, об их состоянии. Это текущие возможности нашей психики, нашего организма. Но, кроме этого, с помощью различных технических устройств мы знаем, что есть и другие виды информации, которые есть вокруг нас, и с помощью технических средств мы можем их улавливать. Например, различные излучения, рентгеновское или инфракрасное, радиоволны, ультрафиолет, ультразвук, давление атмосферы и множество различных других, которые недоступны с помощью наших органов чувств, но с помощью технических устройств мы их получать можем. И некоторые животные, это достаточно широко известно, могут видеть или слышать, воспринимать информацию в большем спектре, нежели мы. И примерно так может выглядеть, например, мир для насекомого, когда они могут видеть ультрафиолетовым, в том числе, спектр. И в некоторых фильмах, например, это кадры с фильма Робокопа 2014 года, показывается, что с помощью технического устройства создается возможность видеть мир по-новому. И здесь персонаж, используя уже новые технические органы чувств, может создавать определенную модель пространства, и в том числе необходимые для него объекты, задействуя совсем другие виды информации, нежели те, которые были заложены в его биологии. Еще один пример – это известный художник, музыкант и киборг-активист, это Нил Харриксон, и у него есть особое техническое устройство. Дело в том, что он родился с особым заболеванием генетическим – это акроматопсия. Он не способен различать цвета вообще. Он видит мир в неких границах черно-белого, серых оттенков. И для того, чтобы получить все-таки информацию о цветовом наполнении мира, он с помощью своих коллег и специальных групп инженеров создал устройство, которое является антенной, вживленной в его череп. И эта антенна дает информацию о цветовом составе того, что находится перед ним. Тем самым, переводя их в звуковые колебания, которые передаются уже через костную проводимость в орган слуха, и таким образом все цвета, с которыми он сталкивается, он может воспринимать, но в виде определенных звуковых волн. И благодаря этому он научился рисовать картины, картины того, что он видит, и эти картины звучат для него по-особому. В своей замечательной лекции на TED Talks он, в частности, рассказывает, что для него изменилось восприятие мира после того, как он дополнил его дополнительными красками. В частности, он очень любит ходить в супермаркеты, поскольку для него это как сходить на симфонию. Там очень множество цветов, которые создают необычайные гаммы. И также он пишет звуковые портреты, то есть, наблюдая людей, он пишет с помощью звуков то, как они для него выглядят. И в целом он пропагандирует, то есть, будучи активистом, он пропагандирует кибернизацию и дополнение собственного тела. И во многом его способ восприятия мира можно описать таким понятием, как синестезия. Само это слово означает, что когда возникает определенное ощущение, сочетанное вместе с ним возникает и другое ощущение. Таких людей не так много, но достаточно, чтобы об этом явлении знали, это не является заболеванием, но может встречаться также и при неврологических и психических расстройствах, когда люди, например, видят звуки или слышат какие-то цвета. В норме это тоже может быть. В частности, я иногда, на самом деле, довольно часто играю, называется Clash of Clans. И если играть со звуком, то в момент таких вот взрывчиков в этот момент производятся определенные звуки, издаются. Но пока ты сидишь где-нибудь на совещании, то не получается со звуком играть, поэтому его выключаешь. Но я в это внимание, что периодически, когда возникают эти взрывы, у меня в голове сочетанно возникают звуки, которые этому соответствуют, хотя его непосредственно не происходит. И вряд ли это можно назвать настоящей полноценной синестезией. Скорее, это определенная привычка. То есть мой мозг привык, что при одном стимуле, при одном виде ощущений всегда возникает и другое характерное ему. И примерно то же самое описывал и Нил Харриксон, что с течением времени его мозг начал одновременно улавливать и звуковые волны, и изображение, которое есть изне. И он может воспроизводить звуки людей, просто наблюдая за ними. В каком-то смысле добавление новых технических средств может породить новые виды галлюцинаций, которые недоступны в настоящий момент. И я их обозвал как определенные кибернетические галлюцинации. В целом галлюцинации – это то состояние, когда воспринимается некий объект, который в настоящий момент в реальности не существует. И при этом нет критического отношения. То есть человек не понимает, что сейчас перед ним что-то несуществующее, чего не могут обнаружить или ощутить другие люди. В целом галлюцинации делятся на истинные и ложные галлюцинации. Истинные – они естественным образом вписываются в окружающее пространство, так, как будто бы они его непосредственная часть. Например, если я бы галлюцинировал и видел кого-нибудь из вас, сидящего впереди, то я бы, скорее всего, не видел сидящих вслед за ним или спинку его стула. Так, например, одна из моих пациенток 87 лет видела, что из стены ее дома бьет фонтан, и она действовала соответственно. То есть она переживала по поводу того, что ее может залить, и поэтому она подставляла под этот фонтан с водой тазы. А псевдогаллюцинация – это несколько иное состояние, когда те объекты, которые воспринимаются, воспринимаются в искаженном виде или воспринимаются так, как будто бы они не являются частью пространства. Так, например, можно видеть прозрачного человека, сидящего на стуле, или слышать голоса внутри головы, а не исходящими откуда-то извне. И, например, пациент, закрывая глаза, видел перед собой тонкий силуэт полицейского, который ругал, обвинял его в преступлении. При этом волос этого полицейского он слышал строго внутри головы и не пытался найти источник звука где-то во внешнем пространстве. В целом галлюцинация делится по типу анализаторов, так же, как и ощущения – назрительные, слуховые, осязательные, висцеральные – это исходящее из внутренних органов и так далее. И, скорее всего, расширение спектра ощущений приведет к тому, что появятся новые виды галлюцинаций, которые ранее были недоступны. Может быть, рентгеновские галлюцинации, инфракрасные, трозвуковые и так далее. То есть, в целом, это может породить новые виды расстройств, может быть, связанные с тем, что будет сбоить техническую часть самого аппарата. Кроме того, у части пациентов наблюдается так называемая идея воздействия, когда им кажется, что какие-то внешние силы пытаются на них воздействовать, пытаясь ими управлять с помощью специальных лучей или специальных устройств. Так, один из пациентов сообщал, что, заходя на работу, чувствует, что его мозг облучает электромагнитными лучами, вызывая тягостные ощущения и путание в мыслях. И позднее начал это ощущать и у себя дома. И в этом случае, как вы понимаете, могут возникнуть у психиатров определенные проблемы с формированием критического отношения к подобным. То есть, если сейчас можно сказать, что нет, регистрировать электромагнитные излучения с помощью ваших выгодных чувств не получится, то в новом мире, наверное, это будет уже более затруднительно. Следующий вопрос – это что я помню. Интересно, что далеко не всем нашим воспоминаниям можно доверять. Элизабет Лофтус проводила серию очень интересных исследований. В частности, она опрашивала людей, которые побывали в Диснейленде, то есть они возвращались, и она опрашивала увиденного. В частности, она спрашивала, видели ли они этого кролика, его зовут Баксбани, и спрашивала, как им было в связи с этой встречей. Многие люди, представляющие большинство ее респондентов, отвечали, что действительно они его там видели, вспоминали какие-то детали, которые она даже не подсказывала им, как было здорово, какие классные фотографии, и как они понравились их детям, этот кролик. Как вы понимаете, кролик из другой киновселенной, это из продукта компании Warner Brothers, а Диснейленд – это продукт компании Дисней, и он там, в принципе, быть не мог. Тем не менее, многие люди вспоминали и наполняли новыми деталями эти воспоминания. После этого была начата целая серия исследований, посвященных ложным воспоминаниям, и в каком-то смысле она повлияла на судебную систему, поскольку свидетельство очевидца является очень важным средством доказательств в суде до сих пор. Но во многих процессах Элизабет Твофтус помогала показать, что им доверять стоит не всегда. И в целом воспоминания наши о нашем прошлом – это скорее реконструкция, нежели реальный видеофильм, который мы можем промотать. Некоторые сюжеты, конечно, наиболее яркие, мы можем их вспомнить достаточно хорошо, но в целом, в основном, это некое впечатление о пережитом опыте, нежели действительно мы можем вспоминать это как кадры видеофильма. Но в одной из серий сериала «Черного зеркала» показано то, как техническое устройство смогло решить эту проблему. В частности, в одной из серий было показано устройство, которое записывало все, что видел человек, и далее можно было это просматривать. Это у персонажа без спойлеров вызвало определенные затруднения в отношениях, и излишние воспоминания были для него и в определенной степени травмой. Но также они могут быть травмой и в настоящее время для людей. В частности, существуют непроизвольные рецидивирующие воспоминания или флэшбэки. Они встречаются при посттравматическом стрессовом расстройстве, при депрессии, при тревожных расстройствах и ряде других, когда люди пережили сильный стресс в своей жизни, и у них возникают воспоминания о том, что они пережили, и эти воспоминания бывают достаточно болезненными и травматичными для них. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры сделал DimaTorzok И, вероятно, появление новых технических устройств, которые сможет влиять на нашу память, может помочь таким людям, для которых подобные воспоминания являются весьма травматичным жизненным опытом. Но устройство, так же как и биологическая часть, может сбоить, и, в частности, иногда воспоминания могут быть утрачены. И такое состояние называется амнезия. В частности, есть такое состояние, как фиксационная амнезия, когда пациенты не способны запоминать ближайшие события. То есть они могут помнить прошлый опыт, но совсем не запоминая все, что с ними происходит в новое время. В частности, это обыграно в фильме «Помнили мемента» Кристофера Нолана, где главный герой мог помнить события только в течение пяти минут, и далее его память обнулялась, и он сделал себе различные татуировки, записи, и таким образом он пытался провести расследование в структуре этого фильма. Кроме того, память может меняться в искажающем значении. И это состояние называется амнезией, когда реальные воспоминания могут быть искажены какими-то новыми. В частности, есть такое понятие, как псевдореминистенция, когда замещаются утраченные воспоминания теми воспоминаний, которые действительно происходили в его жизни, но в другом временном промежутке. Или конфабуляции, когда возникают воспоминания, которых вообще никогда не было. И на эту тему частично как раз-таки и строится сюжет фильма «Помни» и ряда других по внедрению воспоминаний в реальную память. Один из моих пациентов, 68 лет, находясь в отделении, он искал свою жену в палате, с которой они собирались поехать в Ленинград. Это событие, вероятно, действительно происходило в их жизни, в его жизни, но произошло достаточно давно, и сейчас он это воспоминание актуализировал непроизвольно. Следующий вопрос – это вопрос «Что во мне?». И внедрение чужеродных объектов может породить целый ряд различных реакций, связанных с приспособлением к внедрению новой части в структуру своего тела, в структуру схемы тела. В частности, например, описан так называемый кардиопротезный психопатологический синдром нашим соотечественникам с Куменом. И он написал, что у части пациента, в котором произведена операция по замене метрального клапана, это вот эта часть сердца, которая мешает обратному току крови, то есть это предсердие, из него кровь выдавливается в желудочек, и обратно, чтобы кровь не шла, для этого как раз-таки существует метральный клапан, и при некоторых заболеваниях, например, атеросклерозии, или при пороках врожденных метрального клапана, этот орган не работает. И поэтому им производят замену этого клапана механическую. И он обнаружил, что у части пациентов в первые периоды, в ближайшие периоды после таких операций возникает особое состояние, связанное с тем, что у них возникает постоянный навязчивый страх поломки этого аппарата, возникает колебание настроения в силу того, что они постоянно находятся в этих страхах и в этих тревогах. У них происходит навязчивое внимание к шумам от сердца, они постоянно прислушиваются к нему. И особенно тяжело остановилось ночью, из-за чего у них нарушался и сон, поскольку они постоянно слышали стук своего сердца и прислушивались к нему, то есть они были полностью погружены в эту новую часть их тела. Еще одно состояние – это так называемая лишняя конечность, которая возникает у части пациентов, которые пережили острое нарушение мозгового кообращения, когда часть нервных клеток умерла. Достаточно редкое явление, оно называется нарушение телесной интегративной идентичности, когда у пациентов возникает ощущение, что какая-то их часть тела не их, и они пытаются ее удалить, в том числе даже ампутировать. Один из примеров можно увидеть в книге Оливера Сакса, человек, который принял жену за шляпу. Так, у одного из пациентов, у которого образовался эмбол, в результате чего возникло нарушение мозгового кообращения, это привело к параличу левой стороны его тела. И автора попросили взглянуть на него, поскольку каждую ночь этот пациент падал с кровати, и кардиологи все никак не могли выяснить причину, почему же он все время с нее съезжал. Когда он начал ее расспрашивать, тот рассказал, что каждый раз ночью, просыпаясь, он обнаруживал у себя в постели мертвую, холодную, волосатую ногу. Объяснить, откуда она берется, он не может, но и потерпеть ее рядом с собой тоже не может. Поэтому руками и здоровой рукой постоянно выталкивал ее наружу, сам тут же выпадая за ней. То есть, собственную конечность, которая была парализована, он воспринимал как чужеродную часть тела и постоянно ее выталкивал, не принимая как часть самого себя. И это связано с таким понятием, как схема тела. Это конструируемая нашей психикой представление, определенная модель того, как наше тело устроено, его структурная и функциональная организация. И при определенных условиях эта модель могут встраиваться в телесные объекты, но это может произойти не всегда. Например, в норме проводились исследования, показывающие, что зачастую теннисисты, играя в мяч, воспринимают ракетку как продолжение своего тела, как определенную ее часть. Хотя, конечно, если ее потом убрать, то они так думать не будут. Но психологи смогли это состояние воспроизвести, и это состояние продемонстрировано в так называемых телесных иллюзиях. Иллюзия обладания, ощущение обладания неким искусственным объектом. И впервые эти исследования начались с публикации Батминика и Кохана в 1994, по-моему, году, с изучением иллюзии резиновой руки, когда они создавали ощущение у человека, как будто бы у них есть еще одна конечность. И это породило целый ряд исследований, связанных с изменениями этих несуществующих рук, с изменением длины собственных рук, с изменением состава собственной руки и так далее. И вот одно из них мы сейчас с вами тоже посмотрим. Это воссоздание иллюзии третьей руки, резиновой руки, но уже несколько модифицированной по сравнению с первичным экспериментом. Ах-хо-хо-хо-хо-хо! Окей, это-еред. Это-еред. Субтитры сделал DimaTorzok 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 а некая сущность извне. Так один из пациентов жалуется на то, что кто-то периодически крадет его мысли, путает их и вставляет обратно, но вставляет уже неправильными. Особое состояние также возникает у пациентов, у которых расщеплен тот отдел мозга, называется мозолистое тело, которое объединяет между собой полушария и помогает синхронизировать их работу. И, в частности, это было примером, одним из вариантов лечения тяжелой формы эпилепсии, которая применялась в 40-70-х годах, в настоящее время уже не применяется. И при этих операциях оно пересекалось, это мозолистое тело, тем самым оставляя либо целиком, либо частично полушария не в контакте с друг другом. И в первой неделе после операции исследователи отмечали, что у них возникало нарушение согласованности действий, они могли одной рукой застегивать пуговицу, в то же время другой рукой начинать ее расстегивать. Или же одной рукой могли пытаться надеть брюки, а другой противодействовать этому и так далее. Иногда доходило даже до того, что такие пациенты сообщали, что одна из конечностей выбирала одну одежду для вечеринки, а другая конечность в это время вытаскивала другую. И даже доходило до того, что одна из конечностей, проявивших с точки зрения исследователей собственную личность, пыталась даже нанести вред другому организму. И это достаточно ужасное состояние, которое описывали эти пациенты. И в одном из экспериментов доктора Газонега, который написал книгу, посвященную исследованию состояния рассеченного мозористого тела, больной показывались обычные предметы. И неожиданно ей предъявлялось изображение обнаженной женщины. При этом наши глаза, некоторые их поля напрямую связаны с двумя полушариями, но часть полей напрямую связана только с одним из полушарий. И в частности, когда появлялось изображение, предназначенное для левого полушария, то женщина улыбалась и давала правильный вербальный ответ, что же она видит. В частности, она видит обнаженную женщину, и поэтому это вызывало у нее веселье. Но когда же изображение предъявлялось правому полушарию, пациентка отвечала, что она ничего не видела, но при этом продолжала улыбаться и хихикать. То есть правое полушарие хоть и не могло описать, поскольку правое полушарие не отвечает за вербальное воспроизведение информации, за вербальное мышление, то все же оно сохраняло возможность эмоционально реагировать на увиденное. И вот еще один эксперимент, который автор как раз-таки Газаниго проводил, это демонстрация картинок и просьба выбрать один из предметов. Одновременно испытуем, показывались две картинки, в частности, куриная лапка и ферма, и их просили выбрать из представленных картинок предметов, тот предмет, который наибольшей степени соответствует изображению на экране. И одним пальцем одной рукой, соответственно, выбиралась курица, а другой рукой выбиралась лопата, что соответствует понятию фермы и, вероятно, снега, который нужно было чистить. И если объяснить выбор лопаты было достаточно просто, то выбор, почему выбирается курица, в этом случае пациентам приходилось изощряться, и делали они это достаточно непроизвольно, то есть они, не осознавая, что они, естественно, видели, пытались объяснить, как же она может быть связана с тем, что они в реальности не видели. И большинство пациентов, что было отмечено Газаниго и его авторами, совершенно не осознавали никаких изменений своих физических процессов, выглядели абсолютно нормальными, только такие тонкие эксперименты могли показать, что с ними что-то произошло, что-то изменилось. Примерно то же самое мы видим по ходу развития сюжета второго Человека-паука, когда доктор Октавиус не сразу понял, что на него оказывается влияние с стороны этих гибернетических устройств, и только поняв это, он смог им противостоять и вернуть контроль. В целом, на мой взгляд, гибергизация приведет к неизбежному переосмыслению многих психических феноменов, психических расстройств, и изменит наше представление о человечности в принципе. В целом, благодарю за внимание, цель моего выступления была продемонстрировать некоторый аспект изменения психики, которые могут произойти при возникновении таких явлений, как гибергизация и их более плотный вход в нашу жизнь, при том, что гиберги уже существуют, уже существуют достаточно давно и уже являются частью нашего общества. Но, вероятно, в будущем мы увидим рост подобных технологий и рост интеграции их в структуру жизни людей. Спасибо за внимание.